Сегодня наша съемочная команда решила побывать в достаточно необычном месте. Игры, полевая кухня, помощь тем, кто нуждается и много приключений ждут нас сегодня утром с ассоциацией скаутов Молдовы в городе Кагул. Слово «скаут» переводится с английского как «разведчик». Основателем скаутского движения был Роберт Баден Пауэлл в 1899 году. Новаторство скаутинга заключалось в том, что взрослые и дети были объединены в одной организации. Задача была наладить процесс совместной деятельности, организовать общую длительную игру в разведчиков, быть полезными другим людям, природе и миру в целом. С момента основания движения прошло более 100 лет, и сегодня оно распространено во многих странах мира, в том числе и в Молдове. Раз в 4 года и наша страна принимает активное участие в международном фестивале скаутов. Наша организация называется «Национальная организация скаутов Молдовы». Мы работаем в Молдове более 23 лет, и мы состоим во всемирной организации скаутов, которой 1 августа исполнится 111 лет. Это самое большое движение, детское движение мира, и занесено в книге рекордов Гиннеса. И проводятся мероприятия локальные, региональные, национальные и мировые. И вот на всемирной джамборе раз в 4 года, как и олимпиады спортивные, так проводятся джамбори скаутов всемирные. Наши дети тоже вот с 2003 года участвуют раз в 4 года. В 2003 году наши дети были в Таиланде, в 2007 году были в Великобритании, столетие скаутизма было празднование, в 2011 году в Швеции были, и в 2015 году в Величе была в Японии. Основная задача скаутского движения заключается в том, чтобы дать детям знания, которые они не получат в школе. Условия в лагерях скаутов участники создают себе сами, оборудуют душ, готовят еду, придумывают мероприятия и активные игры. Здесь проводятся мероприятия, которые дополняют то, что воспитывает общество, воспитывает куррикулы, воспитывает школы, садики и семья. Здесь жизнь среди природы, то есть очень много мероприятий на выживание. Здесь детей не ожидают белые простыни, никто им не накрывает на стол, нет ресторанных условий и так далее. Взрослым, которые хотят принять участие в скаутском движении, важно знать, что работа тут волонтерская, вожатым не платят. А детям, которые хотят попробовать свои силы в естественных природных условиях, опытные участники говорят, умение любить природу – вот что важно для каждого скаута. В этом году исполняется 8 лет, как я попал в семью скаутов. Этот лагерь дает возможность подросткам получить новый опыт. Цель проекта – физическое, духовное и умственное развитие. Тут дети узнают для себя немало полезных вещей, учатся быть в гармонии с природой, когда рядом нет семьи, родителей. Тут каждый сам себе гид. В 2015 году я была на Всемирном фестивале скаутов в Японии, который собрал более 35 тысяч участников из 93 стран мира. Скауты – это большая семья. В 2009 году я впервые попала на базу скаутов, где прошла обучение. Там я открыла для себя много нового, освоила важные принципы. Эти мероприятия развивают каждого подростка. Как видите, мы в лесу, и тут действительно можно научиться тому, что обязательно поможет в жизни. Путешествия и уроки выживания – далеко не все, чем наполнена жизнь скаута. Например, этим вечером после заката солнца скауты соберутся, чтобы организовать белый вечер в благодарность свету, солнцу и природе. А в целом скаутинг – это отличная закалка характера. Это не самый легкий способ провести время, зато поистине интересный и полезный.